Добрый день друзья админы! Это четвертый завершающий видеоролик по нашей теме обсуждения составления директив для актуального файла robots. Из всей программы обсуждения нам осталось разобрать вопросы, составить, отредактировать свой файл robots, как залить файл robots в корневую папку на хостинг, как проверить файл robots, все итоги и практические советы мои вы можете услышать по ходу обсуждения нашей программы. В третьем видеоролике мы хорошо потрудились и увидели движок WordPress для одной статьи генерирует много адресов. Страницы которые я не буду закрывать от индексации директивами файла robots выделил и перенес в начале списка. Вот эти адреса, то есть адрес главной страницы, адрес внутренних страниц главной, собственно адрес по названию статьи и по дате публикации я директивами файла robots закрывать не буду. Все остальные странички, все остальные адреса это и есть дублик. Дубли адресов страницы генерируются через архивы записи автора, генерируются тегом.мо, генерируются архивами рубрик, генерируются по меткам, генерируются через комментарии, генерируются в визуальном редакторе, генерируются через поиск по сайту, а также генерируются через архивы записи. Для закрытия страниц от скачивания с последующей индексацией в файле robots используется директива десалова. Для каждой группы дублей адресов страниц своя директива десалова. В данном случае для закрытия адресов страниц генерируемых через архив записи автора подойдет директива десалова в таком виде десалова двоеточие пробел слэш автор слэш админ. После слова админ можно указать звездочку, можно звездочку не указывать. Это равнозначные записи. Символ звездочка говорит о том, что после слова админ может следовать любая последовательность символов. То есть либо отсутствовать, либо следовать любая последовательность символов. Подкрасим в желтый. Директива десалова, закрывающая, отскачивая и последующая индексация адреса страниц генерированных тегом «мо» будет выглядеть следующим образом. Десалово двоеточие, пробел, слэш, звездочка, слово «мо», звездочка. Первая звездочка говорит о том, что перед словом «мо» может быть любая последовательность символов. Слэш, любая последовательность символов, слово «мо», вторая звездочка, завершающая последовательность любых символов. Для закрытия от скачивания индексации адресов страниц генерированных через архивы «рубли» будет в таком виде. Для страниц сгенерированных по меткам будет в таком виде. Для комментариев в таком виде. Для страниц сгенерированных через поиск по сайту будет в таком виде. Давайте тут подробнее подкрасим в желтом. Десалово двоеточие, пробел, слэш, знак вопроса, символ, с символа равно звездочка. Символ, звездочка говорит о том, что после, в данном случае мы указали три символа, вопрос с равно, может быть любая последовательность символов. Ну и напомню, что после знака равно звездочка может быть не указана. То есть это запись и запись со звездочкой равнозначные запись. Правилом составления директив. Ну и в данном случае последняя директива Десалово, закрывающая от скачивания последующей индексации страницы, сгенерированные решком WordPress через архивы записи, будет выглядеть следующим образом. Десалово двоеточие, пробел, слэш, 20 звездочка. 20 звездочка, звездочка это последовательность символов после символа 0. В данном случае закрываются архивы записей, начиная с 2000 года по 99 год и все их страницы. Теперь перейдем к техническим папкам и файлам, которые находятся на хостинге. Напомню, что я даже и не копировал названия всех папок и файлов, просто их перенес сюда в наш накопитель скриншотами. У меня получилось две картинки, технические папки и файлы. Это отдельный разговор. Интуиция подсказывает, что с этими папками и файлами на хостинге нужно определиться отдельно, и решить закрывать их от индексации или нет. Для этого перейдем к сервис CYPR. На сервис CYPR.com мы зашли не случайно. Здесь есть информация о страницах сайта в индексе Яндекса и в индексе Google. На примере моего сайта, моего блога «Бери Максимум» посмотрим страницу в индексе. В это поле вводится имя сайта. Кликаем «Анализ». Я анализ уже выполнил. Он находится на этой странице, предоставлен на этой страничке. Вот информация, которая мне сейчас нужна. В индексе Яндекса 207 страниц. В индексе Google всего 2010 страниц. Страниц не под фильтрами 8%. Каждая цифра – это ссылка, это кликабельные цифры. Почему показано у Яндекса проиндексированных страниц блога 207, а у Google – 2000? Давайте посмотрим сначала страницы в индексе Google. Цифра кликабельная. Кликаем в новой вкладке. Загрузка страниц происходит быстро. Google говорит, что 2000 страниц всего проиндексировано. Для блога «Бери максимум». Посмотрим последнюю выдачу. Посмотрим еще немножко. Фактически здесь нет технических страниц. Эти страницы говорят о том, что это reply.com, это и ответ на комментарии. У нас фактически проиндексированы и основные страницы, и очень много страниц комментариев. Вернемся на CYPR. В основном в индексе находится 2000 страниц, 8% от общего числа страниц не под фильтрами. Посмотрим эти странички. Откроем новые вкладки. Вот перечень страниц не под фильтрами. То есть в основном индексе. Количество таких страниц 162 страницы в основном индексе Google. Яндекс имеет в основном индексе 207 страниц. Посмотрим эти странички. Откроем новые вкладки. 207 страниц в индексе Яндекса по сайту «Бери максимум». Здесь также ссылки на статьи. Еще одно посмотрим. Здесь ссылки на основные мои проиндексированные страницы, мои статьи. Но их 168 в индексе Яндекса. А Google показывает, что он больше проиндексировал страниц. Но на самом деле все не так. Я заготовил вкладку «Яндекс.Вебмастер» моего сайта «Бери максимум». Здесь видно, что страниц в поиске 207, а загружена роботом 2000. Еще раз посмотрим CYPR. А Google говорит, что тоже 2000 страниц в индексе Яндекса. Получается, что и Яндекс, и Google по сайту «Бери максимум» проиндексировали практически одинаковое количество страниц. И если мы посмотрим, какие страницы в основном индексе и какие страницы проиндексированы в целом, то вывод будет один. Вывод будет один. В индексе Яндекса и в индексе Google нет технических страниц. Еще пару слов и пару примеров по техническим страницам и директивам файла робот. Посмотрим такой вопрос. Почему большое количество проиндексированных страниц в индексе Яндекса и в индексе Google? Квет простой. Заходим на свой блог. Введем в консоль. В консоли видим 96 записей, 4 страницы, 19 рубеж, 60 меток. Складываем и прибавляем к этой сумме 1523 комментарии. Поисковые системы индексируют комментарии к каждой статье и особенно катируют развернутые комментарии. Вот откуда большое количество страниц в индексе. Еще раз повторю, поисковые системы очень любят индексировать развернутые комментарии на блоге, как посетителей, так и автора. Развернутые комментарии на блоге индексируются поисковыми системами хорошо, потому что текстовые сообщения в виде комментариев развивают тему, заявленную в статье. теперь зайдем на блок андрея финансовый мир зайдем на блок петра хороший интересный блок петра изделия из льна лишнюю квадочку закрою вот о чем хочу здесь сказать заходим на блок финансовый мир открываем файл робот андрей использую в директивах который закрывает файл вплогин php давайте скопируем посмотрим какую папку закрывает андрей на своем блоге это все просто в командной строке выбираем лишние символы после после домена вставочку название блога слэш вплогин php что это за страничка интересное дело от индексации закрывается форма входа на блок посмотрим друг другую директиву как в которой андрей закрывает файл в.п. регистр.php скопируем название файла перенесем название блога слэш в.п. регистр.php и видим закрывается техническая страница регистрации на сайте много вопросов зачем закрывать такие технические страницы зайдем на блок петра посмотрим файл робот по аналогии использует кочующую от блога блогу от сайта к сайту перечень запрещающих директив и в том числе используют точно такие же как у андрея директивы закрывающие файл вплогин в своем файле робот петр использует также кочующие директивы от блога от сайта к сайту где закрывается файл вплогин.php посмотрим посмотрим эту страничку ну и также на блоге петра закрывается страничка входа на сайт точно также по аналогии посмотрим скопируем название закрываемого файла в блоге петра командной строке милослава.ру милослава.ру слэш в.п. регистр.php что это за страничка кетр также закрывает на конденсации страницу регистрации на сайте такие странички граничат с абсурдными директивами файла робот вернемся к файлу робот блога финансовый мир последнее замечание мы посмотрели две директивы писалом закрывающие папку закрывающие файл вплогин в п регистр остальным техническим папкам админ должен отнестись внимательно и также их проверить стоит ли их закрывать от индексации еще есть технические папки которые закрываются от индексации вот группа остальные относятся уже к категории контента вывод напрашивается сам собой директивы файла робот следует использовать осознанно нужно владеть информацией какие страницы закрыты директивами отскачивания последующей индексации поисковыми системами составляем директивы для своего файла робот с техническими файлами и папками на хостинге определились такие файлы и папки не будем закрывать от индексации убрали их из накопителя из нашего остались записи адресов страниц на проверку и соответствующие директивы я их перегруппировал ссылки адреса отдельной группой директивы которые будем использовать для файла робот отдельно на основании директив составе все директивы на проверку для файла робот получился вот такой файл использовал возможность для каждой директивы написать комментарий после символа решетка до перевода строки копируем составленный файл робот переносим текстовый редактор блокнот получился вот такой файл робот он состоит из трех групп директив директива хост записана отдельно записана группа директив для всех сканирующих ботов и для сканирующего бота яндекса копируем для проверки разработанный файл робот и переходим яндекс вебмастер для анализа файла робот вводим имя сайта директивы файла робот не загружаем с хостинга а хотим проверить те которые составили дальше нужно добавить список url на проверку я такой список заготовил он у меня в текстовом блокноте записан вот ссылки тех страниц которые хочу проверить файлом робот копируем ссылки страниц список url на проверку заполняем вставляем в этом окне в этом списке адреса страниц при разработке директив файла робот и еще я добавил несколько адресов страниц которые у меня имеются на сайте и так адрес сайта ввели разработанный файл робот ввели и список адресов на проверку нажимаем кнопку проверка проверка осуществлена результаты проверки находятся ниже главная страница индексируется страницы главной индексируются адреса страниц индексируются запрещены к индексации страницы архива автора админ внутренней страницы автора админ в данном случае не сработала директива тегом о я хотел запретить данном случае разрешен не сработала директива закрытие комментариев а остальные страницы которые я и желал закрыть от индексации закрыты и указано по какому правилу каждая страничка закрыта есть одно замечание здесь указано здесь указан перечень всех правил которые яндекс применил для проверки тех страниц которые я анализировал данном случае указано что шестнадцатая и семнадцатая строка директиве файла робот это карта сайт мэп и в 30 и 32 строке директивы файла робот тоже используется карта сайт мэп получается что применено два правила в инструкции яндекс помощь что касается директивы сайт мэп вот такая фраза мы уже на эту страничку заходили здесь не написано что директива сайт мэп является межзоновой а тем не менее яндекс у нас посмотрел эту директиву в общей группе директив и своей группе директив для яндекса а пример приведен что директива сайт мэп не разделена пустой строкой и там сено группе директив файла робот для яндекса это замечание учтем и откорректируем файл из общей группой директив директиву сайт на с удалим У нас получилось теперь 4 группы директив. Директива host, группа директив для всех сканирующих ботов, директива для бота в Яндексе и директива описания карты сайта. Подкорректировали файл robots, страницы на проверку у нас остались. Кликаем проверить. Яндекс проверил. Получилась проверка карты, директив карты сайт map используется один раз. Дальше. Не сработала директива закрытия страниц генерируемых тегом mo. И не сработала директива закрытия страниц генерируемых комментариями. Подкорректируем файл robots. Директива не работает. Удаляем. Пустых строк перевода быть не должно. Убрал mo из группы директив для всех ботов. Убираю из группы директив для Яндекса. Директиву закрытия страниц генерируем тегом mo. Проверяем. Страницы на проверку у нас остались прежними. Кликаем проверить. Ну в данном случае я некорректно поступил. Раз я не проверяю тег mo из списка проверки. Можно удалить. Я знаю что эти страницы будут индексироваться. И убираю ссылку генерируемых комментариями. Проверяем файл robots. Директива host. В общей группе директив. Комментарии забыты. Надо убрать. Из группы директив для Яндекса. Комментарии забыты. Нужно убрать. Вот в таком виде. Проверим. Ссылки страниц остались откорректированными. Проверяем. Получилось. Главное индексируется страницей. Главное индексируется. Закрыты те страницы которые я хотел закрыть. Архив автора админ. Страницы автора админ. Закрыты рубрики. Закрыты страницы рубрик. Закрыты метки. Страницы визуального редактора. Закрываются правилом. Слэш звездочка. Вопрос звездочка. Страницы поиска. Закрыты правилом. Слэш звездочка. вопрос звездочка здесь тоже нужно два слова сказать поисковик сам не набирает поисковый запрос поэтому данном случае такую директиву тоже можно убрать и нужно убрать из общей группы директив но поскольку она закрывается директива одессалова в этой точке пробел слэш звездочка вопрос звездочка тут корректировать не приходится и так получили файл robots вот в таком виде копируем и переносим текстовый редактор блокнот в данном случае вот в таком виде будет наш файл robots лишние записи убираем проверяем директива хост группа директив для всех поисковых ботов группа директив для яндекса и группа директив по описанию карты сайта в данном случае применен следующий подход директивой аллоу двоеточие пробел слэш я разрешаю скачивать все страницы но запрещаю скачивать ниже следующие страницы дальше в каждой директивы расписано какие страницы закрыты то же самое для сканирующих ботов яндекса в таком виде файл robots будем закачивать будем заливать на свой хостинг итак файл robots оставили закачивается файл robots на хостинг в два клика у меня в данном случае хостинг тайм в вводим логин вводим пароль нажимаем войти в панель управления своим аккаунтом заходим файловый менеджер мой сайт находится в папке public html дважды кликаем открываются папки открываются папки и файлы здесь уже залез предыдущий вариант файла robots выделяем выделяем файл robots файл закачать во всплывающем окне выберите файл нажимаю кнопку еще на компьютере нашли на компьютере файл robots отредактированный файл robots на компьютере найден выбран закачать файл robots закачан выходим из панели управления закачанный файл robots проверяем яндекс дубмастер имя сайта имя сайта беремаксимум.ру загружаем файл robots сайта нажимаю кнопку ссылки проверяем их страниц ссылки адресов указал проверить данном случае комментарии здесь забиты вопросиками а директивы все прописаны индексируется главное страницы главной адреса страниц запрещены все страницы которые я желал запретить для скачивания последующей индексации поисковыми на этом проверка закончена файл robots можно посмотреть еще следующим образом после домена во имя слэш в командной строке имя сайта слэш robots.txt вот новый обновленный файл robots для блога бери максимум